Баскетбольный клуб Рубон в очередном туре национального оперенства неожиданно легко выиграл и в то же время потерпел поражение от столичных цмоков Минск-2. В первые из двух выездных игр подопечные Руслана Байдакова оформили викторию со счетом 89 на 63, а вот в повторном поединке не смогли найти контраргументов против соперника и уступили 80-56. В результате витебляне по-прежнему занимают третье место в турнирной таблице, сыграв на две встречи больше, чем конкуренты. А вот волейбольный клуб Марка БГТУ своих болельщиков не радует. В очередном туре подопечные Михаила Ханяка без вариантов проиграли строителю. Обе встречи закончились с одинаковым счетом 3-0. Эти неудачи отбросили витеблян на последнее, восьмое место в турнирной таблице. В областном центре завершился межгосударственный турнир по вольной борьбе в памяти капитана третьего ранга Анатолия Спинкова и погибших членов экипажа атомной подводной лодки комсомолец. За более чем 20-летнюю историю своего существования турнир не утратил своей актуальности, а наоборот пользуется все большей популярностью. За это время его включили в республиканский календарь соревнований. «250 участников на данном турнире, 15 весовых категорий у юноши и 5 весовых категорий у девушек. Юноши возраст кадетский 2000 год, 2004 и две весовые категории юноши маленькие 2005, 2006 года рождения. Вообще на этом турнире мы допускаем кадетов, которые отбираются на мир, на Европу». «Из наших витебских сегодня все проявил Иван Чернышов, весе 85 килограмм, выиграл у победителя республики Моторного из Орши. Он в РОРе учится, в республиканском училище. Корсаков Евгений третье место занял, то, что я на сегодняшний день видел. Вообще на нашем турнире и победители, и призеры, как серебряные, так и бронзовые, из Витебска достаточно много. В прошлом году, могу сказать, по завершению, 23 человека было призерами. Сколько в этом году, ковер еще покажет, борьба идет». Международный день снега в Витебске выдался по-настоящему снежным. Снег сыпал целую ночь и весь день, но это не помешало отметить его десяткам спортивных событий. Основные из них развернулись на площади Победы в областном центре. Кроме исключительно зимних видов спорта, нашлось место теннису и перетягиванию каната. К нынешнему дню снега основательно подготовились не только организаторы. В этом году не подвела и погода. Главный символ зимы просто засыпал Витебск. Снегопад добавил хорошего настроения участникам и не стал препятствием для известного путешественника из Санкт-Петербурга Сергея Лукьянова прийти в областной центр. За его плечами не только внушительного веса рюкзак, но и 23 тысячи километров пешком. «Должно быть, это объединяет людей, причем объединяет людей и детей, и взрослых. Это огромный плюс. Нужно и с семьями приходить как-то все это. Так должно быть, да». «А вы на коньки встанете, прокатиться по Витебскому льду?» «Я, конечно, с удовольствием встану, если я найду коньки. У меня коньки я с собой не взял. Поэтому я встану, если будут». Найти себе занятия по желанию мог каждый. Площадь Победы разбили сразу на несколько площадок. Здесь и традиционно зимние соревнования. Хоккей, катание на коньках. Нашлось место и летним забавам. Перетягиванию каната, большому теннису, а несколько смельчаков организовались в футбольные команды. «Сегодня мы с нашими друзьями здесь играем футбол на площади. К нам присоединяются абсолютно незнакомые нам прохожие люди. Это здорово, круто, весело. Я считаю, что это самый лучший способ провести эти выходные, тем более, когда сегодня так много снега». К Международному дню снега Витебск присоединяется не впервые. Пять лет назад по инициативе Международной федерации лыжного спорта такой праздник появился в календаре спортсменов. «На коньках с ногами катаемся. Прекрасно. Получаешь с ногами? Ну что, учимся, научимся». «Отличный праздник. Людей много собрали, несмотря на такую погоду снежную. Так весело, прикольно». «В первую очередь, конечно, основная цель – это популяризация зимних видов спорта. Также основная цель – это привлечение населения города, области к здоровому образу жизни, популяризация здорового образа жизни». Во власти снега праздник и центр города были в течение дня. Горожане, несмотря на метель, не спешили расходиться. День снега получился на славу. Сотни любителей активного зимнего отдыха отметили День снега и в Первомайском районе областного центра. На трассу Витебского училища Олимпийского резерва вышли не только взрослые поклонники лыжных баталий, а и маленькие спортсмены. Пока одни преодолевали дистанцию, другие лепили снежные шедевры и участвовали в конкурсах от Деда Мороза. Что для коммунальных служб головная боль, то для любителей зимних видов спорта большая радость. В День снега жители Первомайского района оценили подарок циклона с Финского залива. Несмотря на мороз и снегопад, у училища Олимпийского резерва аншлаг был с самого утра. Условия для катания на лыжах идеальные. Будет ряд различных соревновательных конкурсов. Но самое главное это лыжные забеги по возрастным группам. То есть это группы 12-13, 14-15, работники предприятий. По заявкам, которые были поданы свыше 500 участников, это все учреждения образования Первомайского района, организации и предприятия Первомайского района. Все началось с танцев символа года и приветствия Деда Мороза, который променял оленей на современный снегоход. Рядом сотни участников и еще больше зрителей. Сразу после открытия лыжная гонка. Соревноваться мог каждый желающий. Но на трассе только идейные спортсмены. Среди любителей активного отдыха школьники, студенты и районное руководство. Праздник не новый, но тем не менее само название Всемирный день снега, когда мы уже привыкли к бесснежным зимам, когда на Новый год непонятная осенняя, наверное, или весенняя слякоть. А тут впервые за столько лет, действительно 2-3 января, не просто пришел снег, пришли и морозы, которые сменились. Ну, небольшеньким уже морозом, я считаю, что отличная погода для проведения и лыжных соревнований. И просто спортивного праздника, по которому соскучились не только первомайцы, но, наверное, жители республики. Спортсмены уверены, быть самым быстрым на трассе не обязательно. Главное – праздничное настроение. Но ускориться на финише не помешает. Сразу после гонки всех гостей праздника ждало шоу со сказочными героями, музыкой и танцами. Ну, здесь очень много всего интересного. Какое настроение, как сказать, праздничное такое. Веселая музыка играет, компания хорошая, вот, настрой. Я считаю, что победа сегодня не важна. Главное – участие, получить заряд бодрости и настроения хорошего. В этот день холодно не было никому. Тем, кто выбрал творчество вместо спорта, также пришлось работать руками. Экспозицию снежных фигур участники оригинального конкурса проводили на местном стадионе. Произведение искусства любых размеров и расцветок и результат тяжелой трехчасовой работы. Жители снежного города создавали учителя, школьники и сотрудники детских садов. Ну, заниматься лепкой снежных фигуров всегда интересно, потому что неизвестно. Нужно учитывать много обстоятельств. И количество снега, и мороз, и влажность, то есть все условия. Вот. Используем мы самые разнообразные приспособления. Уже за много лет мы используем и шпатели, и лопаты, и всевозможные, ну, все, что с строительством связано, все это освоили и вот применяем. К тому времени, как день снега клонился к вечеру, лучшие лыжники и скульпторы получили заслуженные награды за свои достижения. А самые маленькие гости праздника дали обязательное обещание встать на лыжи уже в следующем году. И на этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До встречи ровно через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok